Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят». Новый формат работы ОНФ – Общероссийского Народного Фронта. Что должно измениться и на что будет направлено особое внимание в регионах. Мои собеседники. Светлана Галактионова – руководитель департамента по работе с ПФО и УФО Исполкома Общероссийского Народного Фронта, автор – руководитель проекта «Легенды спорта детям». Здравствуйте! Большое спасибо, что пришли. И вместе с ней у нас в гостях Владимир Марин, глава регионального исполкома. Тоже здравствуйте! Здравствуйте! Тоже большое спасибо, что пришли. Ну вот, я сказал о том, что ОНФ будет работать по-новому. В принципе, мы отталкиваемся от того, что завершился съезд в Москве под председательством президента. И давайте хотя бы тезисно, какие цели и задачи поставил глава государства перед Общероссийским Народным Фронтом на предстоящий год. Ну и дальше уже по совокупности. Начнем с того, что данный съезд прошел в очень необычном формате. Это был формат антиконференции. Очень динамичный, очень молодежный. Вот даже выступление группы «Непосед» – это уже об этом говорит. То есть детишки у нас пели и говорили мы о серьезном. У нас работало 12 площадок. Это согласно новому суперуказу по 12 направлениям. На сегодняшний день разработана дорожная карта по мониторингу за суперуказом. Где все, что будет делаться – это и мониторинги, это и опросы. Для этих целей мы даже запустили мобильное приложение. Поподробнее о мобильном приложении, может быть, немножко попозже поговорим. Меня сейчас вот интересует... Мы сказали, что с этого года ОНФ приступил к работе в новом формате. Вот этот новый формат – это и подразумевает более пристальное внимание за тем, что происходит в регионах или... Ранее, если у нас было 5 площадок рабочих групп, то на сегодняшний день у нас 12 тематических площадок по каждому национальному проекту. Поэтому мы теперь, как и прежде, очень внимательно следим за тем, как исполняется указ президента на каждой территории. Как президент подчеркнул, нам не важны вот эти отчеты чиновников и отписки. Для галочки, которые делаются. Для галочки, да, безусловно. Нам нужен народный контроль и картинка именно земли. То, как люди живут, что они чувствуют, какие услуги у нас по здравоохранению, какое у нас образование. То есть вот все, что волнует людей именно с земли. Для этого и существует народный фронт. И самое главное, что сказал президент, это не жди перемен, а твори перемены. То есть давно пора перестать быть диванными такими активистами и переходить к действиям. Не сидеть и слушать, в блокнотик записывать, а идти. Совершенно согласен. На самом деле вот это людям и понравилось. Это, как говорится, к сердцу и прикипело. Вот начали говорить о том, что нужно всех слушать. Приложение, вот это мобильный народный контроль, на самом деле довольно-таки удобный вариант как раз общения с людьми. С людьми. Эта презентация у нас прошла как раз таки вот на съезде. И в первый же день презентация скачала порядка 10 тысяч человек. Это говорит о том, что вот сразу... За день буквально. За день. Я уж не говорю, что сейчас. По-моему, там за миллион уже перевалили. Да, я боюсь сказать сейчас вот конкретную цифру. Но вот буквально за день 10 тысяч человек скачало. И каждый может это сделать. Скачать на телефон, либо планшет. И принимать участие в различных опросах. Также можно и стать экспертом, пройдя регистрацию. То есть, да, можно участвовать потом в вебинарах различных, смотреть отчеты, которые готовят наши специалисты, эксперты. Поэтому вот буквально на днях мы запустили очередной опрос, посвященный правам защиты пациентов. Поэтому мнение жителей Самарской области нам тоже очень важно. Очень важно. Вообще, на самом деле, если говорить о народном контроле, такой ключевой источник обратной связи. А самое главное, объективная информация из первых рук. Вот это, конечно, то, что дорогого стоит. Конечно, мобильное приложение будет дорабатываться. Но вот пока большая популярность, участие... Каждый же чувствует себя действительно участником процесса. А вы еще сказали, здесь может быть экспертом. Это у нас сейчас... А люди переживают за то, что творится. Почему бы нет? Я думаю, что и качают, и мобильное приложение это качают, и все. Вот смотрите, насколько мне известно, вы курируете региональное отделение ПФО. Правильно? Я так потихонечку перехожу к нашим местным проблемам. Вот насколько работа общественных вот этих вот институтов у нас здесь эффективна? Можете критиковать, вот смотреть на Владимира Александровича? Или наоборот хвалиться, я уж не знаю. Здесь, конечно, если делать оценку по работе, качеству работы региональных отделений, Самарская область у нас достойно выглядит. Мы занимаем первое место по итогам работы в третьем квартале. По Российской Федерации... Конечно, конечно. Горжусь, горжусь работой регионального отделения. Безусловно, здесь работа по всем направлениям. Можно выделить работу. Это и по дорожной карте мы хорошо работаем. У нас здесь хорошие результаты по проекту «Интерактивная карта свалок». Также хотелось бы отметить работу проекта «Зачестные закупки». Это самая сильная команда Самарской области. Именно в Самарской области было вскрыто 4 картельных сговора. На сумму порядка более 11 миллиардов рублей. Возбуждено 2 уголовных дела. Ведет это направление Вадим Нуждин. Он известен не только в Самарской области. Он наш федеральный эксперт. Он занимается закупками и картельными сговорами по территории. Во всех регионах дает свою экспертную оценку. Поэтому здесь бы хотелось отметить работу Самарского отделения. Что они передовики. Что-то добавьте, Владимир Александрович. Дело в том, что, конечно же, мне очень лестно и приятно, что вы отзываетесь о работе наших активистов. И дело в том, что все наши активисты – это общественники, неравнодушные жители, которые работают на общественных началах. А я хочу сказать о том, что предстоит сделать. Предстоит ещё осуществлять общественный мониторинг национальных программ и проектов. И в этом я призываю всех неравнодушных жителей губернии приходить в общероссийский народный фронт. Не с жалобами, а с конструктивными предложениями. И когда человек приходит, житель, я спрашиваю, вы готовы с нами решать эту проблему? Не просто прийти покритиковать, а сказать, ребята, я хочу предложить вот это, вот это, вот это, а ещё, может быть, ещё и поучаствую, а не только предложу. Абсолютно точно. Вы готовы реализовывать, готовы решать проблемы аварийного жилья, некачественного построенного жилья, ликвидировать вместе с нами свалки? Давайте это будем делать вместе. И вы знаете, не надо далеко ходить. Вот просмотрел сегодняшние новости. Вчера был назначен новый глава Жигулёвской, губернатор, поздравляя Дмитрия Владимировича Холлина, сказал, а вы поживите в аварийном доме. Да, все на это, кстати, обратили внимание. Проблему аварийного жилья, особенно в Жигулёвске, мы затрагивали с 2016 года. Власть там нас не слышала. Я уверен, что новый глава города эти предложения воспримет, услышит, и аварийного жилья там станет намного меньше. Сегодня новость. В Новокуйбышевске усилился общественный контроль за школьным питанием. Этот мониторинг Общероссийского народного фронта, он прошёл по всей России. Наши новокуйбышевские активисты обратили внимание на несколько школ в Новокуйбышевске. И вот, пожалуйста, администрация города отреагировала. То есть мы, как региональный исполком, являемся такими администраторами проектов, и мы призываем наших активистов, общественников быть просто с нами в команде и работать. Я вот просто хочу добавить, действительно, уже просто как жители города, на самом деле, люди активно принимают участие, а главное, очень хорошо реагируют. И на такие вещи, как комфортная городская среда, программа, потом мониторинг состояния детских игровых площадок, проект генеральной уборки. Я об этом говорю и перечисляю не потому, что я член УНФ, а потому, что как житель города Самара и Самарской области, я знаю, что это действительно делается и притворяется всю жизнь. Это тоже приятно. Соучаствовать. Соучаствовать. Это очень важно. Да. Хорошо. Есть ещё один такой вопрос. Подсказывать мне очень много времени остаётся. У вас довольно-таки насыщенная программа. Здесь у нас пребывание в Самаре. Но я знаю, что вы буквально в эти выходные участвуете ещё в акции «Зарядка с чемпионом». Инициатором, который, собственно говоря, и являетесь. Да. Это в рамках нашего федерального проекта «Легенды спорта детям». Так. В субботу в 10 часов в школе номер 176 мы проводим «Зарядку с чемпионом» с Ириной Заблудиной. А вы знаете, чем известна Ирина Заблудина? Зюдоистка наша. Зюдоистка, да, наша чемпионка. Вы поймать меня хотели. Да. Но я хотела бы такую внести маленькую деталь. Наверное, не все знают, но очень многие, чем известны российская хрупкая женщина, которая в товарищеском матче в 2016 году на лопатки положила нашего лидера Владимира Владимировича Путина. Вот так вот. Да, и с ней мы в субботу проводим «Зарядку». Поэтому, у кого есть желание, приходите. Также у нас мероприятие будет проходить в Кенеле. Это по вольной борьбе, чемпионат, всероссийский чемпионат. Поэтому тоже приглашаем посетить Кенеле. Ясно, ключёчек так закинули. Ещё один такой проект тоже из нас, проект «Культура». Это один из нас проект. Вот что уже сделано, какова роль общественников, на ваш взгляд? Здесь самое главное, что предложил Общероссийский народный фронт, и также это было включено в национальную программу на федеральном уровне по культуре, это оценивать деятельность губернаторов по состоянию объектов культурного наследия. Мы считаем, что это очень важно. Что как у нас, в каком состоянии находятся объекты культурного наследия, за это должен получать губернатор оценку. Пятёрку, двойку, это уже в зависимости от того, как у нас выкроется. Ну и вчера мы были на Совете по культуре, а буквально в субботу в 15.00 мы посетим ДК Литвинова с инспекцией, и Светлана Владимировна тоже с общественниками. Вы заранее предупреждаете, придём к вам с инспекцией. А дело в том, что, понимаете, эта инспекция добрая, хорошая, потому что этот клуб, Дом культуры имени Литвинова, участник проекта «Равные возможности детям». Там занимаются с детьми замечательные педагоги, волонтёры, и поэтому мы будем проводить несколько открытых уроков для детей, поэтому мы тоже приглашаем всех жителей Самары в 15.00. Дворцов культуры, я бы сказал так, целый центр для всего района. Хорошо, здесь, раз начали говорить о культуре, здесь можно вспомнить ещё и увеличение грантов для театральных деятелей. Да, буквально это благодаря нашей инициативе. В 2016 году на медиафоруме как раз-таки наши эксперты предложили увеличить гранты, которые не индексировались в порядке четырёх лет. Это с 2012 по 2016 год не было индексации. А время-то прошло. А время-то прошло, да. И в связи с этим, чтобы не ошибиться, с 4 миллиардов до 8, около 8 было увеличено финансирование. Да, почти даже 8,5. 8,5, да. Это благодаря инициативе, которая прозвучала на медиафоруме. Тоже всё дорогого стоит. На самом деле, мне кажется, не останавливаясь, можно говорить ещё долго, потому что проектов много. Спасибо вам большое, я думаю, что и проектов будет прибавляться, да, и жизнь вокруг нас тоже будет благодаря всему этому меняться в лучшую сторону. Спасибо большое, до свидания. Спасибо вам большое.